Эти кадры с камеры видеонаблюдения облетели буквально все информагентства страны. Инцидент случился 19 января около восьми вечера. Дима Савин вместе со своим другом Ильей после школы решили зайти в магазин на проспекте строителей. Но планы ребят нарушил дебошир под градусом. Ни с того ни с сего начал махать кулаками. Мы не успеем дойти до магазина. Я беру за ручку дверей магазина. Откликает мужчина. Я сначала не понимаю, кого он зовет. Хотел бы понять, кого. Подходит потом он именно ко мне. Силой отдергивает меня от ручки магазина. И задает мне конкретный вопрос. Воровать иду? На что я ему отвечаю? То, что я иду покупать, а не воровать. После этого он нанес мне удар в живот. Попало мне по телефону. Потом начал бить мне в лицо. Сначала ударил мне в челюсть. Убил в угол магазина. И ударил мне уже лбом в нос. После чего я просто упал в углу. У меня пошла кровь. И у меня начало темнеть в глазах. Потом Илья в тот же момент, когда меня увели в угол, подбежал к мужчине, который поднимался. Попросил помочь. Мужчина подошел. Убрал его от меня. И после этого вышла пара, мужчина и женщина. Женщина подошла ко мне, спросила, как я. А мужчина на тот момент вызывал уже департамент охраны. Тот вечер восьмиклассник вспоминает, как страшный сон. Мало того, что пьяных и темноты стал бояться гораздо больше, так еще и боли в области челюсти и носа не дают забыть обещала вечной истории. У подростка закрытый перелом. Дима, как сейчас, помнит, как незнакомая женщина прикладывала к его лицу холод. После прибежал старший брат, чуть позже и мама. Женщина позвонила, сказала, что моего сына избивают возле магазина. Что уже мужчину оттянули, и ребенок кровь идет с носа, что подойдите, мы вызвали милицию. Я первого отправила сына, потому что он был одет, а я в халате пока оделась. Когда я уже оделась, сотрудники милиции уже увели его. Я его даже не видела, я видела его только в милиции потом. Конечно, шок был очень сильный, у ребенка шок. Мы очень испугались, потому что у ребенка много пороков развития. И когда он и шел, мы шли с ним в Морозоновку, он говорит, я ничего не вижу. Вот тогда было самое страшное. Вот так, вот вроде все обошлось, все хорошо. Я очень благодарна сотрудникам милиции. Я же говорю, и очень тепло, и вот как-то и звонили, и узнавали, как ребенок, и все-все. Спасибо, конечно. Сказать спасибо сотрудникам милиции семейство Савиных решило лично. Пожать руку и сделать фото на память для подростка – дело принципиальное. Однако правоохранители убеждены – спокойный и мирный сон белорусов – их прямая обязанность. Мы находились на рабочей смене. До дежурного поступило сообщение, что неизвестный гражданин совершает какие-то противоправные действия в отношении совершеннолетнего. Мы как бы прибыли быстро, экипировались, все. Благо, что граждане как бы его на месте немножечко приспугнули, он не знал, что делать. Задержали, видели, что ребенок стоит, там какие-то следы крови были на плитке. Ну и дальше разбирали его, потом уже снимали видео и смотрели, что там действительно творились страшные вещи. Он был очень нетрезвый, так сказать. Может, еще не понимал, что происходит, пока под это все его издержали. Ну, общественности тоже спасибо, помогли. Никто в стороне не остался, помогли, народу много собралось. Может, он еще из-за этого тоже растерялся и не знал, что делать. В отношении 38-летнего нападавшего возбудили уголовное дело за хулиганство. Подозреваемый находится в ИВС. Известно, что он неоднократно судим и привлекался к административной ответственности за семейные скандалы. Пояснить мотив своей выходки он так и не смог. Но Дима Савин после учебы больше не забегает в магазин. Пьяных, признается, будет обходить за километр. Кто знает, что у них на уме. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бавруйск, 360.